Самолетом из Италии в Минск, за тем наземным транспортом дорога в Гомель, и вот на реште одну из наивеликших святынь православия, какой омаль 2000 годов сустрелили о Гомельского кафедрального собора, внутри ковчега, костка протплеча святого, загорную та ушелковую тканину. За опушние 350 годов это первый выпадок, когда святыня покинула место своего постоянного находжения, кафедральный собор итальянского города Чирачи, и первым в Беларуси, кто смог ей поклониться, стали гомельчане. Сегодня для Беларуси очень важный день, исторический, потому что вся Беларусь поклоняется этому святому. Реликвия имеет очень высокую ценность. Надеемся, что молитвы объединят нас и исцелят наши физические и духовные немощи. Ликарь Пантелеймон жил в четвертом стаходе у городе Некомедии. Усю свою житель отшил людей, причем рабил это бесплатно. За свою веру у Христа был замучен и покоран и смертью. Однако навод зараз, протягивая воротового тверников от хвороб, не глядяши на то, что святый усю свою житю провел на территории сучасной Турции, в Беларуси он корыстается глубокой пашаной. В вечер пробытя частицей его мощи у коллег-головного храма Гомеля собрались и сотни городжан. На наступный день поток верников так само был великим. Я хожу в храм и видела объявление, пришла специально сегодня. У меня был случай, у меня выросла такая папиллома, а я как диабетик всегда волнуюсь, потому что это большая проблема для меня. Я поклонилась мощам и эта папиллома опала. Я верю в то, что Господь делает. По молитвам вашим вам и будет. Прикласться до святыни у Гомеля можно до 12-го жнивня с 7-й годин ранницы до 10-ти вечера. Для срубшности прохожан у ГТПРЭД на площади Ленина организована часовая автомобильная стоянка. У передопошний день знаходжения мощам у Гомеля, у день памяти пропадобной манифы Гомельской, у Свято-Петропавловским соборы отбудется Боская литургия. Ее узначались патриаршие экзарху сия Беларуси, митрополит Павел. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадо, компания Гомель.